Одним из приоритетных направлений деятельности прокуроров является обеспечение соблюдения конституционных прав граждан, преступления ими в уголовно-правовые отношения с государством. Заместитель прокурора Рязанской области Алексей Владимирович Дикарев в сегодняшнем выпуске программы расскажет об итогах такой деятельности прокуратуры за 2020 год. Алексей Владимирович, расскажите, чего удалось достичь органам прокуратуры в борьбе с преступностью в 2020 году? В прокуратуре области подведены итоги работы в 2020 году. На итоговой коллегии было отмечено, что в 2020 году органы прокуратуры принимались последовательные меры, по укреплению в нашем регионе законности и правопорядка, повышению эффективности надзора за следствием и дознанием оперативно-розыскной деятельностью, обеспечению конституционных прав граждан в уголовном судопроизводстве, а также координации деятельности правоохранительных органов области по противодействию преступности. Указанная работа проводилась с учетом анализа криминальной обстановки в регионе. Наиболее актуальные проблемы обсуждались на коррекционных совещаниях руководителей правоохранительных органов региона, на межведомственных совещаниях, на заседаниях межведомственных рабочих групп. Принятые меры способствовали снижению на 2% числа зарегистрированных в области преступлений, в том числе на 11% преступлений тяжких и особо тяжких. Удалось сократить число зарегистрированных преступлений, таких как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего, кражи, грабежи, разбои. В то же время заметный рост числа зарегистрированных преступлений наблюдается в отдельных районах нашего региона, такие как Советский район, Города Рязани, Рыбновский и Чучковский районах. Структурных преступлений особых изменений не претерпело, по-прежнему более половины преступлений, это 52% преступлений против собственности, 13% преступлений против личности, 11% преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Рязанская область на протяжении ряда последних лет является одним из благополучных регионов как в Российской Федерации, так и в Центральном федеральном округе. Что касается 2020 года, уровень преступлений на 100 тысяч человек населения составил 904 преступления. Для сравнения, в Центральном федеральном округе данный показатель составляет 1170 преступлений, в среднем по России почти 1400. Аналогичным образом, и преступления тяжкие, особо тяжкие, уровень данных преступлений также заметно ниже среднероссийского показателя и показателя Центрального федерального округа. Возрос ли в целом уровень преступности и какие районы можно считать самыми криминогенными? Что касается отдельных районов области, мы проанализировали состояние наиболее благополучными районами, где на 100 тысяч населения совершается менее 700 преступлений. Это Рязанский, Чучковский, Старожиловский и Милославский районы. Наиболее неблагополучными, где уровень преступности превышает тысячи преступлений на 100 тысяч человек, Путятинский, Ряжский, Рыбновский, Сарайский, Сасовский, Александрнецкий и Спасский районы. Давайте поподробнее остановимся. По каким категориям преступлений наибольший рост наблюдается в нашем регионе? Анализ преступности позволяет сделать вывод, что особую тревогу в 2020 году вызывает существенное увеличение числа совершенных в области убийств. С 35-ти в 2019-м число данных преступлений возросло в прошедшем году до 50-ти. Правда, к чести оперативных подразделений правоохранительных органов, стоит сказать, что нераскрытых убийств у нас в области не имеется. Возросло также количество преступлений, связанных с посягательством на половую неприкосновенность личности. Из года в год не меняется тенденция увеличения числа мошенничеств, в том числе мобильных мошенничеств, а также преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. По-прежнему, как и в прошлом 2019 году, мы констатировали, что число данных преступлений растет. Это связано с теми преступлениями, в том числе и мобильным мошенничеством, мошенничеством в сети интернет, в том числе связанным и с незаконным оборотом наркотических средств. Наибольшее число убийств, и это в принципе логично, учитывая количество населения в районах областного центра. Советские, Железнодорожные, Московские, Октябрьские районы. Незначительно сократилось число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Но это не значит, что количество данных преступлений сократилось. Просто в связи с введением ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса, места сбыта наркотических средств, места закладок у нас, так получилось, перенесены, передислоцировались жилые зоны в лесопарковую зону, что, соответственно, вызывает особые трудности с выявлением данных преступлений. Тем не менее, правоохранительные органы перестроились в своей работе по выявлению наркопреступлений. Достаточно сказать, что в феврале текущего года благодаря кропотливой полномерной оперативной работе была пресечена организованная преступная деятельность жителей соседнего Тульского региона, которые на протяжении длительного времени в Кораблинском районе создали крупную нарколабораторию по производству синтетических наркотиков и занимались дальнейшим распространением данных наркотиков в нашем регионе и в других регионах Российской Федерации. Как Вы могли бы охарактеризовать уровень подростковой преступности в Рязанской области? Приходится констатировать, что в 2020 году количество преступлений, совершенных подростками, возросло на 30%. Мы анализировали данную ситуацию на протяжении последних лет. У нас амплитудообразная такая преступность подростковая. Что касается государственной статистики, следует отметить, что подростковая преступность учитывается по расследованным уголовным делам. Это, в свою очередь, говорит о том, что раскрываемость данных преступлений хорошая. Это один из моментов, на которые мы обращали внимание. Потому что до того, как преступление не раскрыто, невозможно судить. Подросткам оно совершено, либо взрослым человеком. Тем не менее, обращает на себя внимание и то, что имеются определенные проблемы, просчеты, пробелы профилактической работы органов системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Чтобы снять эту проблему, поскольку все-таки росты не просто так эти преступления подростками совершали, чтобы снять эту проблему, эти вопросы профилактики подростковой преступности рассматривались на коррекционном совещании руководителей правоохранительных органов, на межведомственном совещании, на оперативном совещании с участием руководства правительства Рязанского, области, все мы понимаем, что этой проблеме необходимо давно поворачиваться лицом. И те профилактические мероприятия, которые у нас проводятся, они порой недостаточны. Если посмотреть статистику, у нас наполовину увеличилось число преступлений, совершаемых в ночное время и на улице подростками. Каждое шестое преступление, совершенное несовершеннолетним, в состоянии алкогольного опьянения. Для подростков, как ни для какой другой лиц, совершающих преступления, характерно все-таки совершение преступления в группе лиц, в том числе в группе со взрослыми. За незаконное вовлечение несовершеннолетних в совершение преступлений в 2020 году привлечено взрослых в 4 раза больше, чем в 2019 году, с 4 до 17 человек. То есть взрослые вместо того, чтобы как-то останавливать подростков, они наоборот вовлекают их в совершение противоправных действий. Ну и приведенная статистика говорит о том, что подростки, несмотря на введение ограничительных мер, у нас предоставлены самим себе. Все в ночное время на улице гуляют, ну и, соответственно, это говорит о том, что недорабатывают и школы, разумеется, бесконтрольные со стороны родителей, других органов системы профилактики. Я думаю, что выработанные на коалиционных межрежностных совещаниях и оперативных совещаниях с представителями правительства области меры поспособствуют тому, что в 2021 году мы эту проблему все-таки немножко снимем. Ежегодно все больше жителей Рязани, и не только Рязани, России, становятся жертвами мошенников, попадаются на уловки. Вот как обстоят дела в этой сфере? Введение ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса определенное влияние оказало на криминогенную обстановку не только в нашем регионе, но и в других субъектах Российской Федерации. В частности, хотелось бы выделить увеличение числа преступлений, связанных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, в том числе мобильные мошенничества. Число таких преступлений, как показывает статистика по всей России, вот именно в период пандемии возросло порядка на 30%. Это вполне объяснимо. Используя телефонную связь, сеть интернет, преступники совершают данные преступления, не выходя на улицу. Какие мошеннические схемы наиболее распространены в Рязанской области? Здесь хотелось бы отметить ряд способов, которыми пользуются мошенники при получении незаконным путем денежных средств потерпевших. Первый, самый уже давно избитый способ, когда на телефоны потерпевших звонят, представляется либо родственниками, либо друзьями родственник, который попал в беду и просит определенную сумму денег перечислить на тот или иной банковский счет. Либо предоставить денежную сумму наличным, ну, к примеру, таксисту. Многие, к сожалению, пожилые люди, с учетом неожиданности вот этого способа, многие идут на уловки вот этих мошенников, переводят денежные средства, либо наличными средствами представляют соучастникам преступления. Зачастую мошенники используют такой вид мошенничества телефонного, опять-таки, когда звонят потерпевшим, под тем или иным предлогом пытаются выяснить реквизиты банковской карты, благодаря которым потом не составляет труда перевести эти денежные средства с чужого банковского счета на свой. Представляются, как правило, работниками службы безопасности того или иного банковского учреждения под видом того, что либо банковский счет заблокирован, либо зафиксирована какая-то подозрительная операция с денежными средствами. Для того, чтобы эти денежные средства не потерять, предлагают потерпевшим либо сообщить реквизиты своих банковских карт, либо сообщить СМС-код при совершении банковской операции. И потерпевшие зачастую это делают либо сами переводят на указываемые мошенниками банковский счет свои денежные средства, опасаясь того, что потеряют все свои денежные средства, либо сообщают реквизиты своей банковской карты. Разумеется, этого делать нельзя. Необходимо помнить, что настоящие банковские работники никогда не будут спрашивать реквизиты банковской карты, потому что у них это все на виду, и никогда не будут просить совершить ту или иную операцию. Это делают сами операторы тех или иных банковских учреждений. Ни в коем случае этого делать нельзя. Один из распространенных видов мошенничества также появился, когда к вам приходит СМС-сообщение с номером, похожим на номер того или иного банковского учреждения. На самом деле отличное от него. О том, что вам якобы перечислена та или иная сумма денег. В этом случае, прежде чем совершать какие-то действия, разговаривать с мошенником, манипуляции какие-то делать, надо посмотреть, проверить, действительно ли пополнился ваш банковский счет. Потому что СМС-ка приходит, а пополнение банковского счета, как правило, не происходит. И люди доверчивые, как правило, считают, что им по ошибке перечислены денежные средства. После звонка мошенника на указанный им счет эти денежные средства возвращаются. Хотя на самом деле пополненные денежные средства не были. От этого хотелось бы предостеречь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова